сегодня я постараюсь агрегировано представить всю информацию которая накопилась у меня за эти два года который я занимаюсь вопросами карьеры где я активно об этом говорю хотя на самом деле конечно же эти вопросы меня давным-давно волнует в одиннадцатом году когда мы вышли из сделки по продаже банка я заинтересовался этими вопросами вопросами личностного роста я стал учиться больше поступил лучшую бизнес-школу россии вопросы постоянно постоянно накапливались я часто приезжаю на кампус бизнес-школы сколково я завтракая встретил случайно шеф-повар он стоял и о чем-то говорил со своим коллегой против в шеф когда я шеф игра вы любите свое дело на секунду он где-то наверное задумался потом не скрывая некого удивления к этому вопросу хотел да я люблю свою работу любить свою работу это очень сложно и следующий мой вопрос был ему пробовали ли бы что-то еще нет вы знаете я с детства практически из юношества понял что я люблю это дело всю свою жизнь посвящая ему мне кажется это счастливый человек сегодня рассказать о том что я думаю в этих вопросах с точки зрения моего опыта с каждый день я разбираю какие-то вопросы моя миссия в том чтобы наша страна стала лучше если каждый из нас на рабочем месте обретет удовлетворение в своей работе найдет себя в своей профессии качество работы каждого отдельного человека повысится как вы знаете на протяжении этого года мы приглашаем в эту студию и чар директоров и мы исследуем вопросы повышения эффективности управления людьми то есть мы заходим на сторону карьеры со стороны компании развитие карьеры это ваши личные амбиции плюс возможности компании в первую очередь у нас амбиции двух типов получить больше и амбиции стать лучше на мой взгляд вторая амбиция она более качественная что значит стать лучше это значит повысить эффективность своей работы на сто процентов я постараюсь вам рассказать о том как работает система управления карьерой построенная на моих собственных наблюдениях на моей работе с людьми которыми я занимаюсь ежедневно я расскажу вам что происходит в процессе трансформации человека начавшего задумываться о своей карьере о своем предназначении моя самая главная задача не рассказать даже что а попытаться инициировать в вас внутреннюю работу для того чтобы задавать себе вопросы первый вопрос который бы мне хотелось сегодня вам задать какая у вас карьерная цель возможно вы ждете от книг возможно вы ждете от каких-то гуру в этой области сегодня огромное количество бизнес-тренеров сегодня огромное количество литературы я зашел на озон точка ру введя название карьера получил около 4000 наименований книг связанных с карьерой я пошел дальше я зашел на amazon.com и ввел название карьер получил 19 тысяч книг представляете какой объем информации прочесть ее просто невозможно самое главное волшебной таблетки не существует не существует никаких срочных и быстрых методов не существует никаких приемов быстрого повышения стоимости не существует никаких быстрых карьерных решений почему я задаю им этот вопрос и люди отвечающие мне на моих мастер-класса который проходит фактически два раза в месяц отвечать мне очень просто потому что эта работа над самим собой абсолютно верно путь изменений сложен и труден я верю в то что кто-то услышит кто-то что-то предпримет и возможно задумается о своей карьере вообще развивая разговаривая с и чар-директорами мы подходим к некой новой абсолютно новой парадигме управления карьерой человека большинство компаний с которым я работаю особенно те компании в которых мы сейчас продвигаем и создаем систему управления основанную на ценностях говорят не о карьерном развитии человека говорят о развитии человека делающего карьеру так вот друзья мои перед вами выбор помните как в том замечательном фильме матрица когда морфеус предлагает нео две таблетки красную и синюю выбираете какую вы хотите либо все остается как есть либо вы начинайте путь связан с героем сегодня я подготовил вам агрегированное представление о пяти самых главных ошибках в построении карьеры я постараюсь за это время пройтись по ним максимально подробно чтобы у вас остался конкретный инструмент эта видеозапись в открытом доступе благодаря радио медиа метрикс мы можем с вами поделиться этими знаниями пошлите ее ссылку своим друзьям я не смогу добраться до каждого человека который озадачен вопросами своей карьеры поэтому пожалуйста понимая это помогайте своим близким и так пять ошибок или пять основных ошибок в области управления карьер но мне бы хотелось начать с другого мы сегодня идентифицируем себя с работой я вам всем рекомендую посмотреть великолепный документальный фильм мечты дзиро о суши это фильм о японском мастере суши который больше 50 лет делает суши в его ресторане нет никаких других блюд только суши его ученики чтобы пройти школу проходят 15-летний курс обучение и делают они только суши рисовые шарики мой вопрос сегодня а я вас прошу а какая ваша профессия какое ваше дело которым вы занимаетесь жизни зачастую мы идентифицируем дело и профессию с той ситуацией которая сложилась на работе мне было очень приятно когда мы с моим учеником он занимает достаточно высокую позицию в одном из топовых банков обсудили и когда он разобрался идентифицировал себя как специалиста в области банковского дела ориентирован на продажах абстрагируясь от той ситуации которая сложилась у него он говорит слушай я действительно люблю свое дело я действительно готов заниматься им все оставшееся время и не важно как сейчас обстоят ситуация моих взаимоотношениях с вышестоящим руководителем или с коллегами самое главное любить дело которым вы занимаетесь для этого мы с вами будем как раз двигаться дальше что же для вас важно самое главное это испытывать чувство принадлежности к чему-то большему что-то значить воплощать свои идеи расти в профессиональном плане трудиться на благо компании в которой вы работаете возможно для вас что-то еще этим что-то еще и будет следующий вопрос а чтобы вы хотели испытывать работая занимаясь своей любимой профессии или находясь на своем рабочем месте друзья мои все вы безусловно талантливы я уверен что талант вам пришел и от рождения вы его и развивали каждый человек талантлив в чем-то как говорится убирать чтобы от того что грязно а можно убирать для того чтобы было чисто я верю что вы слышали шутку про нас а когда уборщица говорит что мы запускаем космические корабли задумайтесь о своем отношении к тому труду что вы делаете сейчас что конкретно вы делаете ради какой конкретной цели вы работаете и чар директора которые сидят в этой студии говорят о том что главная цель генерального директора сообщить всем сотрудникам куда идет компания спросите себя понимаете ли вы куда идет ваша компания и если нет честно подойдите к своему руководитель спросите его понимает ли он если нет идите вместе к своим генеральным скажите расскажите нам куда идет наша компания мы хотим присутствовать при создании вот этого нечто больше поговорите об этом со своим руководителем я уверен что каждый из вас профессионал. Мы одна из самых высокообразованных наций. Нам есть чем гордиться. Поэтому спросите себя, можете ли вы сформулировать свои ценности? И это будет следующим моим вопросом. Ставьте на паузу, берите ручку-листочек, формулируйте, что для вас в жизни является определяющим. Что для вас в жизни является самым главным? Возможно, подсказкой вам будут те позитивные эмоции, которые вы испытывали за последнее время. То самое важное переживание, которое вы пережили. Это очень важно. Спросите себя, буквально вчера в компании, где мы внедряем ценности, опросили наших людей. Мы задали им 10 главных вопросов. Среди них такие. Есть ли у меня товарищи и близкие друзья на работе? Разговаривал ли со мной непосредственно руководитель за последние 7 дней? Получал ли я какую-то обратную связь от своих коллег? Вот такие простые вопросы помогут вам самоидентифицироваться. Эта информация очень простая, но начинается все с простого. Знаете, все гениальное просто. И мне бы очень хотелось, чтобы простые вопросы помогли вам найти самое главное свое место в процессе работы, в карьере, чтобы вы были счастливы. Человек только тогда может испытывать радость от своей работы, когда он самоидентифицировался, самоопределился с тем, что он занимается. Итак, можете ли вы создавать ту атмосферу, которая позволяет вам радоваться? Самым простым элементарным примером оценки радости или безрадостности труда является утреннее желание пойти и стать на работу. Сейчас я вам предложу самый простой экспресс-тест. Я хочу, чтобы вы ответили на эти вопросы просто да или нет. Просто если вы едете за рулем, ответьте про себя. Но если вы отвечаете нет, остановитесь потом, вернитесь, когда вы вернетесь в офис или домой, задумайтесь над этим вопросом. Есть ли у вас ваша карьерная мечта? Да или нет? Есть ли у вас карьерная стратегическая цель, которая приведет вас к реализации этой карьерной мечты? А есть ли у вас стратегия, описанная кратко, крупными мазками? Что вам нужно делать для того, чтобы достичь карьерной стратегической цели? Есть ли у вас стратегический план, который показывает вам, что вам нужно сделать за год, за два, за три? Есть ли у вас план на этот год? Планируете ли вы этот день? Планируете ли вы неделю? Достойна ли у вас сейчас оплата труда? Занимаетесь ли вы любимым делом или нет? Первая ошибка в карьере это отсутствие стратегии. Я уверен, что большинство из нас водят автомобиль или когда-то водили автомобиль. И я могу сказать с вероятностью до 99 процентов, что любой водитель доезжает до того места назначения, куда бы он хотел приехать. Давайте разберемся почему. По одной простой причине, что собираясь куда-то ехать, мы представляем конечную точку прибытия. Задавая себе вопросом, а какая ваша карьерная цель, я бы хотел, чтобы вы представили ту конечную точку прибытия. Разбираясь с личными проектами и с профессиональными проектами, например, люди говорят о следующем. Конечная точка прибытия для меня выучить английский язык таким образом, чтобы, встретив на улице любого иностранца, я бы с удовольствием могла рассказать о своем любимом городе, о Москве, о Санкт-Петербурге и о любом другом. А один человек рассказал, что мне бы очень хотелось, сидя в ресторанчике, просто спокойно и свободно разговаривать на английском языке. Это такие утилитарные вещи, но они показывают, насколько важно представление конечной точки прибытия. И, возможно, для вас конечная точка прибытия – это хороший кабинет, это персональный водитель, или, наоборот, это успешная реализация какого-то сверхважного проекта. Что для вас является вашей конечной точкой прибытия? Вторая ошибка карьеры, которая часто происходит с нами – это отсутствие плана движения к этой карьерной цели. Вы спросите любого руководителя. Я сам являюсь руководителем и являлся более 20 лет. С чего начинается любое действие в компании, в корпорации? Конечно же, с планирования. Мы создаем план. План движения к цели, план продаж, план затрат, план расходов и так далее, и так далее, и так далее. Слово план, 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 план. Попробуйте задать себе вопрос. Насколько спланирована ваша жизнь? Какие цели вы перед собой ставите? Какие задачи вы хотели бы решить на этот год? Разговаривая со своими учениками, я больше задаю вопросы, а они ищут на них ответы. Так вот, вчера в очередной раз, вечером мы когда занимались с одним человеком, у которого сейчас достаточно интересная, сложная карьерная ситуация, его повысили, а сейчас хотят вновь перевести на обратное место работы. Мы понимаем, а что же произойдет? А что же произошло? Почему? Почему собственники приняли такое необоснованное решение? Как сохранить статус-кво? И так далее, и так далее, и так далее. Так вот, вопросы первые. А что я хочу сохранить? Какая позиция мне важна? Какие ресурсы бы я хотел получить? Какую оплату я бы хотел получить? За что бы я хотел отвечать? Это те важные вопросы, которые помогут вам разобраться с точки зрения своего плана. Я уверен, что вы стоите гораздо больше. Каждый из вас в состоянии зарабатывать больше, непосредственно на работе, лишь выполняя свою работу более эффективно, более качественно. Но главным аспектом в создании своего повышения заработка, которого существует, это ваше позиционирование. Персональное позиционирование это однородное, однозначное, устойчивое, эмоциональное состояние человека, который знакомится с вами, чтобы у него в голове воспринимался ваш образ как решателя задач. Давайте я вам задам простой вопрос. Как вы думаете, что такое для работодателя, для любого собственника, вакансия? Возможно, у вас будет несколько вариантов ответов, но так как мы находимся в прямом эфире, и я не вижу вашей реакции, я вам скажу, вакансия – это проблема. Это значит сбой в каком-то бизнес-процессе. Это значит, что на это место должен срочно прийти человек, обладающий исключительно навыками, подходящими для решения этой задачи. Эти навыки формируются в требованиях профессиональных. Эти требования формируются в личностных качествах, которые работодатель хочет видеть в этом человеке. При условии, конечно, что работодатель понимает тот бизнес-процесс, в который этот пазл должен встроиться. Если вы обладаете всеми этими качествами, для решения какой задачи вы созданы, к решению какой задачи вы максимально приспособлены, что вы можете делать лучше всего, ответьте себе на эти вопросы. Чем вы отличаетесь от других кандидатов? Четвертая ошибка – у каждого работника есть резюме. Возможно, вы сейчас занимаетесь созданием своего резюме, или, возможно, вы задумались о том, что вам необходимо создать свое резюме. Так вот, к моему сожалению, я провел опыт. Я, взяв свою книжку, у меня примерно там три или четыре тысячи контактов, набирая, я решил, что я дозвонюсь как минимум ста людям своих контактов, вот абсолютно рендом, случайно, для того, чтобы попросить их прислать свое резюме, для того, чтобы я мог сделать им аудит. Мне очень хотелось посмотреть, что происходит с резюме интересных, известных людей. Каково же было мое удивление, когда, во-первых, не все прислали. Примерно из ста звонков я где-то получил 70 резюме. Но что же происходило дальше? Когда я работал с каждым из этих резюме, разбирая первое, второе, третье, четвертое, я звонил человеку, я уточнял у него вопросы, связанные с его карьерой. И я понимал одно, что сначала я пишу, потом я пишу другое, потом я пишу третье, и действия мои повторяются от одного резюме к другому. И потом я понял, что на самом деле все резюме похожи, как две капли воды. В большинстве случаев 90% резюме это шаблоны одного из работных сайтов. В этом нет ничего плохого. Но у вас должно быть свое резюме. Ведь любой шаблон можно заполнить с творчеством. Резюме это лучший образец коммерческого предложения. Ведь слово коммерческое предложение для нас понятно. Если можно сказать еще по-другому, резюме это лучший вариант продающего текста, рекламы, вас. То есть человек, читающий ваше резюме, должен захотеть вас взять на работу сильнее, чем вы сами. Ведь резюме должно сообщить работодателю, какую задачу вы решите, какими необходимыми навыками вы обладаете, как вас четко встроить в систему, которая позволит работодателю снять ту проблему, которая возникла у него в связи с пониманием вакансии. Так вот, сделайте очень простое упражнение. Возьмите свое резюме и прочтите его себе. Запишите на диктофон или просто прочтите, воспринимая информацию на слух, образ какого человека встает перед вами. Если вам это трудно сделать, прочтите ваше резюме своей супруги, своим коллегам, друзьям, вы получите удивительную обратную связь. А еще одно упражнение, которое я вам рекомендую сделать, представьте, что вы пришли сами к себе на собеседование, проговорив все про себя. Когда вы выйдете из кабинета условно представленного, что бы вы сказали тем людям, которые остались в кабинете, о самом себе? Это очень интересное упражнение, которое позволит вам выделить те зоны развития. Конечно же, вы вспоминайте сразу и матрицу свод анализа, и любые другие матрицы, которые позволяют вам выявить ваши сильные стороны. Ну и, конечно, самым важным и очень серьезнейшим элементом является следующее упражнение. Запишите сейчас себе трех наиболее авторитетных для вас людей в вашей компании, где вы работаете, которых вы знаете лучше всего, которые лучше всего к вам относятся и которые вас знают лучше всего. Подойдите к ним и попросите их откровенно рассказать о себе, что они думают о вас, как о профессионале. Я уверен, вы будете удивлены тем объемом информации, которую они захотят с вами поделиться. Причем, она не будет в формате критики. Это будет информация, связанная с тем, чтобы помочь вам. Ну и, конечно же, размещение резюме на работном сайте. Вот совсем недавно была реклама одного крупнейшего сайта, на котором было написано, что у нас более 17 миллионов резюме и порядка 400 тысяч вакансий. Вы должны понимать, что шансы не очень велики. Но это один из элементов карьерной стратегии по поиску работы. Это несколько совсем другой элемент карьерной стратегии, но тоже, безусловно, очень важен. Итак, ошибка пятая. У нас нет тенденций в росте заработной платы. В случае переговоров или в случае вашей работы, я уверен, что рост вашей зарплаты как минимум на 20 процентов может отличаться от той зарплаты, которая существует у вас. Проведите нехитрые расчеты. Возьмите вашу сегодняшнюю зарплату и добавьте 20 процентов. Умножьте на 12. Какую сумму вы недополучаете? Это не значит, что вы сейчас должны броситься к своему руководительству, сказать, я недополучаю свои 20 процентов. Нет. Это тот резерв вашей эффективности в случае, если вы реализуете себя, если вы посмотрите на себя и вспомните второй тип амбиций, о котором мы сегодня с вами говорили в самом начале нашей программы, когда вы захотите стать более эффективным, более собранным, более результативным. Вот тогда, когда вы проработав со 100 процентной эффективностью, я вам приведу очень простой пример. Вчера я заходил в магазин оптика для того, чтобы заказать себе очки и купить контактные линзы. Я видел детские очки. Знаете, такие смешные очки, на которых вместо линз какие-то рисунки нарисованы, там где-то были разные мордашки и нарисованы. Так вот, если вы оденете на себя условно такие очки, на которых будет написано 100% эффективность, я вам просто гарантирую, что ваша деятельность вам изменится. Вы будете смотреть на все, что происходит с точки зрения, а ведет ли это к 100% эффективности моей работы, ведет ли это к повышению эффективности моей компании, в которой я работаю. Ведь наша с вами цель только от нас с вами зависит, насколько наша страна будет эффективна. С точки зрения эффективности вообще, труда, каждого на своем рабочем месте. Мы можем испытывать гордость за свой труд лишь тогда, когда мы отдаемся ему полностью. Мы понимаем, что это то дело, которое я люблю. Я вам желаю, чтобы вы каждый нашли в себе вот это предназначение творческое, профессиональное. Итак, суммируя все эти пять ошибок, это означает, что вам необходимо концентрированно показывать свою профессиональную позицию с точки зрения персонального позиционирования. Вскоре мы подходим к такой страшной вещи относительно, что роботы приходят в нашу жизнь. Роботы заменяют людей, которые занимают простыми операциями. Сегодня невозможно быть специалистом в 30 лет. Вы должны формировать свой персональный бренд. Будущее это будущее брендов. Да, возможно, футуристы говорят нам, что исчезнут офисы, исчезнут стены, мы будем работать в разных компаниях. Безусловно. Значит, вы сможете работать и приносить пользу большему количеству людей, большему количеству компаний, оспираясь на свои профессиональные качества. Ведь по сути, мы все превратимся в какого-то рода консультантов для поиска лучшего решения той или иной компании. Итак, основа вашей эффективности, основа вашего роста, заработка, основа вашей карьеры с точки зрения успешности и радости карьеры является ваше персональное позиционирование. Развитие карьеры возможно только, обратите внимание, я выделяю это слово, только целенаправленным развитием личности человека. Поэтому перед каждым из нас встает вопрос, а что я как личность из себя представляю? Что я могу сделать? Посмотрите в интернете о таких интересных понятиях, как коэффициент успешности. Посмотрите о понятиях само, все, что связано с само, самодисциплина, самореализация, саморазвитие, самолидерство. Все, что начинается с слова само, это и является ключом к карьере, к успешной карьере. Карьера человека в первую очередь, конечно же, зависит от компании. Поэтому, если бы мы представили человечка, который стоит посреди слайда, то на него с двух сторон влияло бы его личностные ориентированные установки, связанные с развитием его карьеры, и, конечно же, компания. И вам повезло, если компания вообще озадачивается этим вопросом. Поэтому первым вопросом, который я бы задал на собеседовании, в случае, если принимается решение о том, принимать предложение работать или нет в этой компании, я задал следующий вопрос. Какие планы, какое карьерное развитие существует у вас для ваших лучших сотрудников, для тех сотрудников, которые, приходя в компанию, идентифицируют себя с ней, вкладывают максимальные ресурсы для того, чтобы оставаться внутри компании и приносить максимальную пользу. Следующим вопросом является, если вы руководитель, то, безусловно, для вас парадигмой является, что вы, с одной стороны, руководитель, то есть у вас есть подчиненные в компании, а с другой стороны, вы тоже подчиненные либо генерального директора, либо, если вы генеральный, то собственника. Поэтому здесь парадигма, как быть успешным транслятором, с одной стороны, от первого лица и как быть успешным руководителем для ваших подчиненных. Это важнейшие вопросы. Я уверен, что зачастую мы просто о них не задумываемся. Но еще мне бы хотелось рассказать вам о тех сферах влияния, которые оказывают влияние на вашу карьеру. Безусловно, это внешняя среда, это ваш внутренний мир, это внутренняя среда компании или корпоративная среда, это ваше окружение. Так вот, что же я подразумеваю под словом внутренний мир? Это ваши контрагенты, это конкуренты, это средства массовой информации, это кадровые агентства и любые рекрутинговые агентства, которые рассматривают вас как потенциального кандидата. Говоря о внутренней среде компании, что в первую очередь это влияние первого лица, собственника. Это он задает тренд всей компании. Это корпоративная культура, это ваше отношение с непосредственным руководителем, это ваше отношение с коллегами, Это ваши отношения с подчиненными. Сделайте маленький экспресс-анализ. Сегодня я стараюсь вас максимально заниматься самоанализом. Корпоративная культура, генеральный, непосредственный руководитель, подчиненные, коллеги. Оцените по 10-балльной шкале степень вашей удовлетворенности взаимодействия с этими людьми. Поставьте на паузу нашу сегодняшнюю запись и послушайте, поставьте эти оценки. Потом задайте себе вопрос, если я сейчас нахожусь на этом уровне, чтобы мне продвинуться в получении большей оценки удовлетворенности, что я на своем рабочем месте могу сделать. Ведь мы не можем заставить изменить к себе отношение. Мы можем постараться изменить себя, для того, чтобы в результате действий, которые увидят наши люди, постараются измениться в целом ситуации. Так вот, друзья, рекомендую вам постоянно думать, что я могу сделать на своем рабочем месте, чтобы быть максимально и более эффективным. Касательно внутреннего окружения здесь гораздо проще. Это ваши знакомые, это ваши друзья, это влияние на вас, вашего воспитания, обучения, это ваше активное прошлое, или наоборот, ваше учение в институте, это ваш первый трудовой опыт. Все это тоже влияет на вас как на карьеру. Ну и, конечно, ваш внутренний мир. Сегодня мы уже начали с того, что задумались о ценностях, о приоритетах. Буквально в прошлую пятницу я проводил мастер-класс, и после мастер-класса одна девушка написала в фейсбуке следующую. Придя домой, я поняла, что та карьерная цель, которую я создавала для себя, после анализа своих ценностей, приоритетов, после понимания того, что на самом деле для меня важно, претерпела изменения. Очень сильном возбуждении, я в очень сильном мотивации создать другую карьерную стратегию. Это прекрасно. Это заставляет нас задуматься. Мне кажется, духовность — это внутренняя сила, это создание некой внутренней базисной опоры, которая может нам помочь решить те сложные задачи, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Это такой пожизненный компас, который позволяет нам, опираясь на него, двигаться вперед. Задумайтесь о своей духовности. Что вы могли сегодня для себя сделать? Вы сможете получать истинное удовольствие от своей работы, если вам удастся найти, определить свое предназначение в соответствии с вашими убеждениями и ценностями, раскрыв себя с точки зрения своей карьеры. Итак, движемся дальше. Всего лишь четыре шага нам необходимо сделать для того, чтобы продвинуться вперед в реализации своей карьеры. Итак, шаг первый. Состояние здесь и сейчас. Для этого нам необходимо провести анализ наших сильных сторон, наших зон развития, наших уязвимостей, наших угроз, наших ресурсов, которыми мы обладаем. Шаг второй. Точка прибытия. Что мы хотим? Куда мы хотим попасть завтра? Шаг третий. Гэп-анализ. Разница между тем, что есть сейчас и тем, куда мы хотим прийти. И шаг четыре. Это экшн-план. Как нам нужно преодолеть эти барьеры? Итак, исправление ошибки номер один. Мы должны создавать себе карьерную цель. Она должна стратегически быть. Что можно делать? Как развить пять минут в день? Просто ходите, и вы, возможно, занимаетесь вот этим представлением своего будущего. Копайте вглубь. Опирайтесь на свои ценности. Вспоминайте себя в детстве, чем вы занимались, с точки зрения того, что вам приносило истинное удовольствие, без оценки какой-то материального составляющей. Если мы доберемся до ценностей, это те усвоенные уроки в жизни, которые с течением времени позволяют нам принимать правильные решения. А совокупность ценностей представляет для нас систему ценностей. Та модель поведения, на которую мы с вами опираемся для того, чтобы достичь наших целей. Если вы в своей работе будете ежедневно использовать ценности для принятия решений, ваша работа совсем приобретет другое направление для вас. Ошибка номер два. Как мы исправить ошибку номер два? Планируем карьеру. Самый простой вариант. Все мы планируем действиями. Попробуйте планировать результатами. То есть я хочу достичь такой-то результата. Для этого я буду делать первое, второе, третье, четвертое. Не просто позвонить, написать, а понимание более верхнего порядка. Ради чего? Начните с планирования недели. Возьмите любой источник, любую книгу по тайм-менеджменту, любой инструмент, который вам придется по душе. Начните планировать. Первым инструментом, чтобы я порекомендовал вам сделать, просто проведите хронометраж. В течение двух-трех дней записывайте все время, на что вы тратите его. Ну и, конечно, знайте, что переключение с одного дела на другое, это достаточно сложно. Вы снова теряете ресурсы. А вот наоборот, для того, чтобы включиться в дело, в какое-то более большое, начинайте с маленьких шагов. Посмотрите с каких-то интересующих вопросов. Например, для того, чтобы создать классную презентацию, найдите какие-нибудь красивые картинки, которые позволят вам разогреть себя, разогнать. То есть, знаете, как помню, жил на Дальнем Востоке, зимой ездить было трудно. Мы сначала заводили двигатель, прогревали его, а потом на нем ехали. Также и вы можете сделать, подходя к любому сложному вопросу. Но и не забывайте, это правило большую задачу решает маленькими кусочками. Исправление ошибки номер три. Создание персонального позиционирования. Чтобы создать свое персональное позиционирование, вам нужно ответить на один простой вопрос. В чем ваше конкурентное преимущество? Что вы можете делать лучше всего? Задумайтесь над этим вопросом. Ответьте себе на вопрос, что вы можете делать лучше всего? В чем вы профессионал? Почему вы? Это лучшее решение, стоящее перед вашим работодателем задачи. Помните, что резюме, сопроводительное письмо, это все образцы продажи вас, образцы продающего текста, для того, чтобы максимально эффективно показать вас с лучшей стороны. У рекрутера всего лишь 10 секунд, для того, чтобы просмотреть ваше резюме. Мы подошли к решению проблемы номер четыре. Ваше эффективное резюме. На что обращает рекрутер внимание? Он обращает в первую очередь на четыре важных пункта. Он успевает за этими 10 секунд просмотреть, в чем вы профессионал, какая ваша последняя должность, какая последняя компания, в которой вы работали, и какое у вас образование. Ответьте себе на следующие вопросы. Помните, мы с вами делали это упражнение, когда вы читали резюме. Ваше резюме должно ответить на эти вопросы. Кто вы с профессиональной точки зрения? В чем вы профессионал? Сможете ли вы решить стоящую перед компанией задачу? Как повлиял на вас ваш трудовой путь? Каких результатов вы добились на прежних местах? И обратите внимание, не функции, которые вы выполняли, а каких результатов вам удалось добиться. Как ваши личные качества? Как ваши характеристики, компетенции влияли на вас? Как все взаимосвязано в вашем резюме? Как вам помогло ваше образование? Какие поддерживающие новые знания вы получаете для того, чтобы двигаться вперед? Есть ли у вас хобби? И почему ваше хобби помогает вам достигать поставленных целей? Ну и конечно, нам бы хотелось всем решить пятую проблему. Решить вопрос, связанный с повышением уровня оплаты труда. Здесь секрет совсем в другом. И ваша стоимость не зависит ни от кого, он зависит только от вас. Когда я разговариваю с кандидатами, или когда мы разговариваем с людьми, которые приходят на мастер-класс и спрашивают, я хочу больше, мне нужно то-то, я не могу пойти на более низкую заработную плату, потому что здесь мы подходим к парадигме, я хочу. А давайте попробуем, не я хочу взять, а я хочу отдать. Что вы можете сделать для компании, чтобы компания двинулась вперед? Что вы, используя свои максимально лучшие качества, как профессионала, как сотрудника, можете сделать так, чтобы быть максимально эффективным на рабочем месте? Сегодня слово «эффективность на рабочем месте», наверное, сквозной красной линией проходит через весь наш сегодняшний эфир. Сто процентная эффективность. Смотрите на все через призму этих событий. Ну и, конечно, ваша самоуверенность, уверенность в себе, основанная на личностных, на профессиональных и на духовных ваших качествах. Итак, основа успеха – стопроцентная эффективность. Суммируя все вышесказанное, мне бы хотелось сказать следующее. Вы можете влиять на вашу судьбу. Своими действиями вы можете открывать для себя новые возможности. Ведь на самом деле удача, она везде вокруг, и она улыбается тем, кто на нее смотрит. Если посмотреть, у нас есть всего два варианта. Либо мы управляем нашей судьбой, либо мы действуем под воздействием нашей судьбы или ситуации, или чего-то еще. Вы сказали «да» одной ситуации, она пошла дальше. Там следующая открылась возможность, следующая, следующая, следующая. Старайтесь не пропускать эти возможности. Важно учитывать и использовать свои возможности. Мы сегодня много говорили о самолидерстве. Ведь только вы можете управлять своим развитием, своей жизнью. Без внутреннего импульса к движению вперед никакие тренеры, никакие коучи, никакие тренинги, никакие книги не могут вас заставить. Но все это вместе может придать некий импульс, может зародить сомнения, может дать возможность задуматься о том, что с вами произойдет. Друзья, можно не быть лидером, но я рекомендую задуматься о том, что лидер – это каждый из нас. Мы сегодня говорим о самолидерстве. Нельзя отдавать свою жизнь на волю обстоятельств. Важнейшим элементом развития является скорость. Сегодня мы настолько живем в быстро изменяющемся мире, что говорить о том, что мы думаем форматами года, трех лет. Нет, вы знаете, я как-то присутствовал на выступлении представителей компании Google, они сказали следующее. Мы планируем на 50 лет вперед и на квартал. Потому что мы не видим, что может произойти дальше. Мы живем в абсолютно невероятно изменяющемся в мире. Поэтому ключевой ресурс – время и скорость изменения самого себя. Задумайтесь, что вы сделали в последнее время для того, чтобы продвинуться чуть-чуть, чтобы стать немножечко лучше. Здесь вариант очень простой. Как знаете, наездник на лошади. Либо вы на лошади, либо она на вас. Поэтому, используя успешные возможности, вы сможете продвинуться к карьере. Мне 45 лет. И с высоты этих лет я понимаю, что если вы ориентируетесь на свою силу воли, на храбрость и поддержку близких, на возможность допустить, сделать ошибки, вы сможете двинуться вперед. Моя цель была вам показать о том, что двигаясь по пути карьерной трансформации – это как гусеница, которая превращается в бабочку. Гусеница уже никогда не станет бабочкой. А бабочка приобретает абсолютно новые формы, новый вид, новые возможности, возможность преуспеть. Сделать можно все, что ты сможешь увидеть в своих мечтах. Понимая то, что каждый из нас вкладывает в развитие нашей страны. Сегодня с вами был здесь Роман Дусенко, в студии Радио Медиаметрикс. И этот бизнес-завтрак был посвящен карьере. Карьере руководителя, карьере человека. Для того, чтобы, обретя успех в своей карьере, вы стали более счастливыми. А, соответственно, принеся счастье в свою семью, вы сделали счастливыми своими близкими. Вот так, шаг за шагом, начиная с самого простого, мы будем менять нашу жизнь к лучшему. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова